Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда, в это время мы будем говорить о том, что происходит сейчас на финансовых рынках. А что-то все-таки происходит. И есть этому причина. О ней мы тоже говорили несколько дней назад. Ну, по крайней мере, ожидали ее. Тема сегодняшнего эфира звучит так. Так, российский рынок акций, что поможет выйти из устоявшегося боковика. Ну, судя по всему, как раз этот процесс, может быть, и начался. Хотелось бы об этом более детально поговорить. Ну, и не только об этом. Представляю гостей сегодня в студии Дмитрий Иванов, управляющий активами управляющей компании «УралСИП». Добрый день, Дмитрий. И в студии Александр Двуреков, трейдер институтной компании «Максвилл Капитал». Добрый день, Александр. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, я напомню вам. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». У вас есть возможность позвонить, написать и задать свой вопрос. Начиная эфир, традиционно мы с вами посмотрим сейчас данный момент, что происходит на финансовых площадках. Картина маслом. Начинается вчерашнего закрытия американцев. Они, кстати, не особенно убедительно закрылись, хотя и все-таки в плюсе. Одну сотую прибавил S&P, практически в нулях закрылся Dow Jones и 0,4 NASDAQ. А вот Европа сегодня, извините, азиатская сессия тоже положительная сегодня. Nikkei прибавил 0,3%, а Шанхай Капузи – это же 3,5%. И европейская сессия тоже сегодня под знаком «плюс» движется. FTSE 100 прибавляет 6 в моменте. И наши индикаторы сегодня просто, просто… Я им аплодирую. РТС 2,5%, МВБ 1,5%. Прибавляют они, еще раз напомню, позитивные сегодня торговые сессии. Рубль укрепился. Как только что вы слышали, его сегодняшний дневной минимум – 32 рубля 50 копеек. Ну что ж, смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent выглядит достаточно устойчиво. 107 долларов 30 центов стоит бочка. И LightSweet приближается практически к Brent 105,20. Спред еще более сократился, уже до 2 долларов. Золото также отскочило почти на 3%. По сравнению с вчерашним закрытием – 1280 долларов за тройскую унцию. Ну, а евро-доллар сделал кульбит. И сейчас торгуется выше 1,30. 1,3057 с утра, если кто-то смотрел, он был в районе 1,32. Вот такая вот история здоровская. И набор голубых фишек сегодня в основном положительной территории. И среди лидеров роста «Газпром» 2,5%, 2% «Лукоил», 3% «НЛМК», «Роснефть» 2,2%, 2% «Росгидро». Ну, хуже рынка, если можно вообще сказать, что хуже. Практически в нулях сейчас стоит, выглядит «Уралкалий». Остальные все очень позитивные. Вот такова картина маслом. Итак, давайте начнем наш разговор. Ну, и первый мой вопрос, Александр, к тебе. Что произошло-то, собственно? Откуда оптимизм? Это так долго мы его ждали. Окей, ну, американцы, как сами сказали, закрылись практически в нулях. Это из-за того, что после заседания ФРС были объявлены результаты заседания. Они были вполне ожидаемы. А как раз после закрытия было выступление Бена Бернанки. То есть они не успели просто обрадоваться, да? Ну, в принципе, да, не успели обрадоваться. Было выступление Бена Бернанки. Он говорил о том, что сворачивать стимулирующую программу не будут, вплоть до снижения инфляции до уровня 6,5%, если не ошибаюсь. И, соответственно, это... Инфляция и безработица. О, извиняюсь, да, безработица, конечно, да, безработица до 6,5%. Соответственно, это в моменте опустило доллар к корзине валют, где-то на 1,7%, если не ошибаюсь. И, соответственно, это резко подстегнуло все комодисы, сразу выстрелили все металлы, нефть, все. Соответственно, фьючерсы тоже американские на этом стрельнули. Там около процента утром прибавляли до открытия. Ну, соответственно, это азиатам прибавил оптимизма, особенно то, что укрепилась иена на фоне снижения доллара. Это для них очень позитивно, потому что, как бы, это у них очень такой острый вопрос, слабая иена. И, соответственно, мы тоже открылись хорошо, сильно, как раз за счет и роста американского фьючерса, за счет роста комодисы. Ну, то есть, то, что мы видим сейчас, это реакция на... На заявление Беннаберна. На вчерашний... На вчерашний... Я понял, я понял. Спасибо, Саша. Дмитрий, ты как считаешь, ну, действительно, эта реакция, да, на вчерашние события, как долго она может продлиться-то? Мы все-таки ждем каких-то более глобальных, наверное, движений на рынке, а не какого-то отскока. Я, в самом деле, жду более глобальных движений. Другое дело, что нигде в книжках, в талмудах, в учебниках не написано, насколько хватит энергии этого заявления со стороны Федерального резерва. В данном случае я подхожу, наверное, как наполовину технический аналитик, потому что... То есть, про книжки, про какие, просто мне стало интересно, про какие книжки ты заговорил? Которые по теханализу, книжки по теханализу? Ну, да, наверное, наверное, про них прежде всего. Смотрите, мы просто-напросто уже где-то месяц живем в парадигме понижающегося тренда, и покуда этот понижающийся тренд, он не сломлен, он не пробит. Даже несмотря на то, что вот сегодня мы видим такой позитив. Абсолютно. Сегодня, если посмотреть на общую картину отдельных акций Сбербанка, того же самого Данда Глукойла, мы увидим, что они, в самом деле, открылись в плюсе, они открылись высоко, но они открылись у своих уровней сопротивления. И вот, наверное, что может мне сказать о том, что как-то ситуация поменялась, это тот факт, что эти акции закроются сегодня выше, или, может быть, завтра закроются выше. Это сохранение вот этой вот позитивной динамики, ну, на протяжении хотя бы там пары дней, наверное. Тогда можно будет сказать, что характер торгов у нас поменялся. Но, покуда это не так, наверное, пока я так осторожно все-таки замечу, что мы видим какую-то локальную реакцию на заявление Бена Бернанке. А вот что касается глобального разворота, ну, надо подождать. Надо подождать. Ну, подождать опять я с тобой соглашусь. С точки зрения картины, да, график покажет всегда, что произошло на самом деле. Действительно, если дневное закрытие, а то и несколько дневных закрытий выше какого-то значимого уровня или линии тренда, тогда мы начинаем говорить, да, развороть или, как минимум, начинаем об этом задумываться. Но вопрос у меня такой, Саш, ты как считаешь, вот хватит оптимизма, который вчера рынки получили в результате выступления господина Бернанке? Хватит его для того, чтобы развернуть глобально, ну, или, как минимум, получше куда-то, повыше куда-то сходить? Ну, заявление, несомненно, важное, но нужно не забывать, что сейчас идет сезон корпоративной отчетности, которая будет давать импульсы, новые импульсы для рынка. И в той ситуации, что сейчас завершение второго квартала, второй квартал, он, в принципе, самый слабый. По статистике. В принципе, да, самый слабый, и так как сильно, начиная, там, апрель, май, июнь, проседали комодисы, там, в сырье и в промышленности, вообще все должно быть плохо. Вот, поэтому я считаю, что заявление Бернанкина было, как бы, стратегическое. Да, мы можем, он может передумать, допустим, в третьем или четвертом квартале, когда дела хорошо, но сказать сейчас, когда мы ждем уже плохой, там, слабой отчетности от моих промышленных компаний, сказать такое для рынка, это было бы просто сильно тряхнуть его вниз, я считаю. То есть, если мы ожидаем слабую отчетность, и при этом еще и сворачивается программа количества смягчений. Да, это может быть просто как снежный ком накрутиться, и очень был бы негативный эффект. Да, то есть, народ мог бы сильно нервничать. Но, с другой стороны, если действительно подтвердиться, ты какой отчетность, кстати, какие ожидания у тебя по поводу американской отчетности? Порадуют, нет, огорчат? По поводу американской отчетности, у меня, наверное, скорее позитивное ожидание, просто потому, что Америка первая вошла в кризис, и, похоже, она первая оттуда выходит. Мы же видим, что S&P торгуется в существенном плюсе к началу года. Я просто не посмотрел сегодняшнюю цифру, да, на 15-20% где-то, это достаточно высоко. Ну, 1650, в общем. В отличие, да, в отличие от развивающихся рынков. Так что, я думаю, что и с отчетностью в Штатах, наверное, все будет нормально. Извини, пожалуйста, я перебью, все же, мне так кажется, может, вы не согласитесь, индикатор, если брать его, да, фондовый S&P 500, он не совсем все-таки объективно отражает реалии, экономические реалии Соединенных Штатов Америки, да, экономика восстанавливается, безусловно, но она не так агрессивно это делает, как, если мы видим, да, выглядит индекс широкого рынка, который обновляет исторические максимумы. Ну, как правило, фондовый рынок это самый главный индикатор экономики, если говорят, что экономика это индикатор фондового рынка, то все как раз наоборот. То есть, ВВП это не главный индикатор, да, фондовый рынок главный. В фондовом рынке заложены ожидания по ВВП и любому другому экономическому индикатору еще до того, как он вышел. Всегда в рынок закладываются ожидания. Поэтому картина, которую мы видим сейчас, это как раз будущие ожидания. Поэтому, конечно, это не отображает текущую ситуацию, но это отображает ожидания по поводу... То есть народ настолько оптимистично настроен в отношении американской экономики, что покупает и покупает. Мы сейчас прервемся, новости на Финамфен, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финамфен. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дмитрий Иванов, управляющий активной компанией Уралсип и Александр Двуреков, трейдер инвестиционной компании Максвилл Капитал. Обсуждаем мы текущую ситуацию. Еще раз я повторюсь, в основном для слушателей. Сегодня у меня в студии люди, которые непосредственно торгуют, непосредственно присутствуют на рынке. Не просто аналитики, которые тоже, конечно, уважаемые всегда господа, но это люди, которые принимают торговые решения. То есть те, кто нажимают кнопки, фигурально выражаясь. А это всегда очень интересно. Тем более это интересно сейчас, в сложившейся ситуации, когда движуха есть. То, что мы так долго ждали, наконец, сегодня каким-то образом реализуется. Не только на российском фондовом рынке, но и на валютном российском. В российском же рубль укрепился просто. Открылся с гэпом сейчас. Упал там на 32,50. Это уровень, кстати, поддержки, который мы с вами тоже озвучивали в этой студии. Ну, а про глобальный валютный рынок я уж и не говорю. Такое движение было. И азиатскую, и американскую. Поэтому это всегда интересно услышать мнение от непосредственных участников рынка. Помимо всего прочего, я еще раз напомню. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте или делитесь собственными наблюдениями. Вернемся мы. Дим, твое мнение. Хотя, собственно, ты его озвучил вне эфира. Но, тем не менее, давай в эфире. Твое мнение. Действительно, нет ли расхождения? Ну, как минимум, нет ли нерасхождения, если, да, но динамика, да, динамика все-таки не совсем соответствует. Динамика роста фондового рынка, если мы смотрим на СИПИ, и динамика роста экономики, она гораздо скромнее. Нет вот здесь никакого противоречия. Не пузырь ли это надувается очередной? Нет, сейчас точно нельзя сказать, что надувается пузырь. В самом деле, в последнее время оценка акциями состояния экономики, это такой все больше и больше философский вопрос. Очень многие инвесторы, наши клиенты задумываются об этом, есть ли вообще какая-то связь. Они задумываются о связи российской все же или глобальной? Вы знаете, глобальные, глобальные, конечно, мы, прежде всего, видим по-российской, но, тем не менее, вот эта вот фраза от многих, которые мы слышим, что акции это фантики какие-то, да, которых нельзя пощупать, ну, понятное дело, когда рынок не растет. Ну, что бог с ними, да, пощупать их нельзя, это понятно, они бездокументарные. Я думаю, если кто-то их держал в руках в виде бумажки, это не сильно бы его, да, учитывая, что цена все равно на них снижалась бы, но, с другой стороны, не обрадовала бы. Да, не обрадовала сильно. Но, опять, если возвращаемся к российским реалиям, действительно, вот ситуация в России, она, может, более коррелируется, акции падают, экономика замедляется, пожалуйста, что, какие вопросы? Да, но в последнее время я все-таки хочу вот на что обратить внимание. Наверное, сложно говорить о всем рынке акций. Смотрите, вот, что у нас происходит. Индекс МОБ сейчас где-то минус 8%. С начала года, да? С начала года. Если мы посмотрим на электроэнергетику, отдельные компании где-то минус 50%, приблизительно так же стоят. Металлы, может быть, чуть получше. Сбербанк в нулях. Нефтяные компании, ну, все зависит, да, там, от легких нулей до какого-то минуса. Угу. Мы видим, с какой скоростью Магнит открывает магазины. Мы видим какую-то позитивную динамику в Аэрофлоте, хотя она там менее очевидна, прямо скажем, чем в Магните. Я, ну, я не знаю, там, много лет подряд и, наверное, в будущем также буду хорошо относиться к Сбербанку. И, конечно же, дальше идут уже там нефтяные акции, где нету никакого роста. Может быть, нету падения, но нету, очевидно, какого-то там роста и интересного драйвера. И, с другой стороны, электроэнергетику, где мы видим и полную неопределенность с будущими кэшфлоу, постоянную игру с тарифами, металлургов, у которых не растет загрузка, цены на металлопрокат падают. Динамика прибыли, она не впечатляющая. Так что здесь корреляция абсолютно точно есть. Я полагаю, что то же самое мы сможем наблюдать и на американском рынке. Поэтому сейчас, конечно, отнюдь не то время, как это было 10 лет тому назад, когда весь рынок акций, РАО ЕС и Лукоил, все они торговались, ну, приблизительно одинаково. Сейчас все-таки рост или падение, это такая средняя по больнице, а там мы все-таки смотрим на случай. И ответ, да, да, корреляция есть, но в ней надо разбираться, надо смотреть на имена, расшифровывать. И вот, Дим, с тобой согласен. И, тем не менее, смотри, если все-таки продолжить разговор на эту тему, несколько лет назад, когда, ну, наверное, макроэкономическая ситуация, да, и в глобальном смысле, и в российском смысле, была настолько убедительна для инвесторов, что он особенно не смотрел на имена, он просто покупал все подряд, потому что все росло. А сейчас надо разбираться, действительно, сейчас сложнее стало. Возможно, с тем не менее, остались, правильно, да, но стало сложнее. Абсолютно. Как ты оценишь, какой момент лучше для инвесторов все же? Какой момент лучше? Вот тот, когда особо не задумываясь ни о чем, просто покупаешь, потому что все растет. Или сейчас, когда надо делать выборку, надо анализировать ситуацию, и, естественно, обо что уже не укупишь. Ответ может показаться странным. Я думаю, как раз текущий момент, он более интересен для инвестора. Когда все растет, есть опасность запрыгнуть в последний вагон. Уходящего поезда. Да, уходящего, уже ушедшего, возможно, поезда. Многие покупали акции в 2007 году. Многие делали это в 8-м до апреля месяца еще. И в 8-м до апреля месяца. В мае был оглушительный рост на российском фондовом рынке. Абсолютно не разбираюсь, в самом деле. И мы видели, кстати, да, обещание, ну, условно говоря, там, аналитиков 3000, совершенно верно. 2800, 2700. То есть, кто дальше запрыгнет? Я сейчас вспоминаю, вот идут цифры. Кто дальше запрыгнет? Так что, я думаю, что сейчас, когда элементов перегрева российского рынка, вот абсолютно точно нет. Я думаю, что именно поэтому эта точка, она, возможно, и комфортна. Да, я не могу сказать, что мы увидим какую-то позитивную динамику через месяц. Что сейчас точно разворот и нижний никогда не будет. Конечно же, волатильность никто не отменял. Но даже волатильность, которую мы сейчас видим на рынке, она, в принципе, более-менее понятна. Вот возьмите максимум этого года, берем фактически вот текущую точку, это приблизительно минимум этого года. Вот она и волатильность. Я думаю, что если мы упадем, ну, существенно, ниже, там, минус 5% ниже текущих уровней, это будет означать, что что-то поломалось, и все-таки негатив, он превалирует. Надо переоценивать ситуацию. Но в данный момент времени я бы скорее играл наверх. Если мы пробьем верхнюю границу, можно будет сказать, что этот тренд... Нисходящий, сломлен. Ну да, нисходящий, сломлен, и, наверное, можно ожидать какую-то растущую динамику, покуда мы находимся вот в этом боковике, но ближе к нижней границе. Именно поэтому я и думаю, что ситуация для покупки, она вполне интересна. Ну и все-таки подытоживая, да, вот этот разговор по поводу... Отвечая, да, на вопросы клиентов, да, ты с этого начал. Конечно, нынешняя ситуация, она, ну, понятно, неоднозначна, но она ближе к реальности, как минимум, да? Абсолютно, да. Абсолютно ближе к реальности. А ты, Саш, как специалист долгового рынка, что ты скажешь, что ты делаешь сейчас, кстати, в ОФЗ, очень интересно, да? Потому что наверняка вчерашние события каким-то образом повлияли, абсолютно повлиял и на эту часть. Поскочила стоимость, соответственно, в коротких, чем короче, тем сильнее, тем... Доходности падают, да? Доходности падают, да, стоимость растет. Ну, я вот, честно говоря, хотел сейчас даже просто не про банды, а про акции тоже поговорить. Просто буквально пару дней назад на работе был и взговор, нужно было составить несколько бумаг выделить, которые нужно купить. Потому что часто такое бывает, что позу нужно держать, несмотря на то, что там, ну, я говорю, например, про фонды. Нужно было создать небольшой портфель. Вот на прошлой неделе, ну, как бы магнит, я его, в принципе, люблю, аэрофлот, Ростелеком. А то, что он на хаях стоит, это никого не смущает сейчас? Он все равно будет расти. Ну, хорошо, давайте я вот так вот расскажу. Вот если мы возьмем МВБшные отраслевые индексы, берем энергетику с 4000 хая, она сейчас 1000, берем металлургов... Ну, вот, вот, почему не покупать-то? Объясняю. Берем металлургов с 6000, они на 2000 сейчас... Замечательные уровни. А теперь мы берем Oil & Gas, там, индексы, которые там всего на, там, 13-14% от хаёв, и, собственно, какой вывод? Если начнется раздача, энергетику и металлургов будут бить, бить, уничтожать... Ну, их нет, куда их бить-то уже, они уже... Я могу сказать, что два года назад я слышал то же самое, что их некуда утаптывать. И смысл в чем? Хорошие акции сильно не просядут, их будут покупать. Потому что всегда есть необходимость, там, у фондов, у кого-то... Когда приходят деньги, покупают хорошие акции. Когда нужно забрать деньги, продают то, что нафиг не нужно. Тем более металлургия, энергетика, это низкая ликвидность, это слабые бумаги, это неопределенное будущее. Их скидывают в первую очередь, от них отказываются. И сколько бы ни говорили, что они там близко к дну, что дешево, что нужно покупать, я считаю, что пока ситуация сохраняется, это больше риск. Ну и как портфель-то выглядит в результате? Из этих нескольких бумаг, с чего там было? Ну, там нужна была небольшая часть, мы рекомендовали Ростелеком, Аэрофлот и Магнит. В принципе, все так нормально достаточно. Ну, сколько прошло недели, а сколько? Шесть торговых сессий, в принципе. Там по Ростелекому около пяти процентов прибавил, пара флота около трех с половиной. То есть все в плюсе? Да, да, в принципе все получилось хорошо. Это как бы то, о чем я говорю, то, что шанс с сильными акциями, что если они вдруг не вырастут при плохом сценарии, по крайней мере, на них не сильно потеряешь, не сильно упадут. А в текущей ситуации, сейчас говорю, неопределенность. Определенность. Рынок может начать падать в любой момент. И лучше держаться в сильных бумагах хотя бы, чтобы успехи. Некоторые вообще говорят, лучше в кэше сидеть, потому что настолько действительно... И ловить инфляцию. Нашу рублевую, отличную инфляцию. Сейчас мы по поводу инфляции, кстати, поговорим. Еще я хотел бы от тебя услышать, на твой взгляд, по крайней мере, нет ли действительно расхождения... Ну, к Америке опять я возвращаюсь. Индекс Dow Jones растет, растет, а реальная экономика не особенно растет. Я бы мог вам сказать, что наш индекс растет не хуже S&P, если из него убрать штучек 10 очень плохих акций. Там ничего не останется, если из него убрать... Ну вот, если точно убрать 10 акций, я вам скажу, что рост будет больше, чем в S&P. Несколько бумаг давит наш индекс, а по факту не все так плохо. В S&P это 500 лучших компаний Америки, 500 крупнейших компаний Америки. И у них просто очень хорошие качества. Там есть, что покупать. Есть, что покупать, да. Есть, что покупать, конечно. Согласен, согласен. Дим, вот по поводу негатива, если действительно, как ты считаешь, да, если вдруг распродавать начнут, в первую очередь, что продают? Да, я согласен. Я вспомнил одну фразу, послушанную мной когда-то, что акция, упавшая на 90%, это акция, упавшая сперва на 80%, потом еще в два раза. Это как раз об этом случае. Здорово, здорово. Да, ну, всегда приятно послушать умных людей или процитировать их, как минимум. Так, хорошо, значит, следующий вопрос я задать не успею уже. Через какое-то время будем слушать новости на Финам. Я хочу еще раз напомнить для наших слушателей, что в студии сегодня Дмитрий Иванов, управляющий активами, управляющий компанией «Ралсип», и Александр Двуреков, трейдер инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Мы обсуждаем текущую ситуацию. Есть, что обсудить. Ну, а сейчас новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем текущую ситуацию в мире в целом, в России в частности. Представлю моих гостей я вновь. Дмитрий Иванов, управляющий активами, управляющий компанией «Ралсип», и Александр Двуреков, трейдер инвестиционной компании «Максвилл Капитал». Сегодня в студии. Уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну, и для тех, кто присоединился к нашему эфиру, да, так модно говорить, для тех, кто присоединился к нашему эфиру, я хочу напомнить. Вчера публиковались минутки ФОМ, как называемые, да, которые, кстати, особого движения не вызвали. Ничего там, да, ничего сверхъестественного никто не увидел. Ну, это протоколы заседания, которые там более детально рассказывают, как голосование происходило, да, в каких пропорциях, кто за, кто против, там, и так далее. А потом выскупал глава Федрезерва, Александр Бернанки, да, и он так как-то очень по-голубиному отметил вот эти вот, рассказал об ожиданиях, да, сворачивая КУИ-3. И, опять, вспомнили, что, значит, безработицы все-таки 6,5 надо, и вообще сейчас еще не время такие разговоры, не время еще сворачивать еще. Не так активно, да, восстанавливается американская экономика. И это вызвало бурю, ну, как минимум распродаж американского доллара. Вот все, что сейчас происходит, и вот Максим как раз нам звонит. Сейчас, Максим, я вас присоединю к нашему беседе. И, как минимум, все, что происходит на валютном рынке, связано с тем, что инвесторы выходят из доллара, из доллара на ожидании того, что сворачивать программу еще долго не будут, и, соответственно, доллары продолжат печатать, и можно будет заработать. И комоды выросли, и фонды рынок выросли, ну, и высокодоходные валюты, так называемые. Давайте тогда пообщаемся со слушателем. Максим, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый. Опять же вопрос такой. Сейчас все дружно начинают выходить из доллара. Отсюда вопрос, не имеет ли смысл в него входить? Так, еще раз, не очень понял. Значит, все дружно выходят. Не имеет ли смысл сейчас покупать наличный доллар? Именно потому, что все его продают. На протяжении трех-четырех месяцев. Понял, вот, вот это более подробно. Спасибо, Максим. Ну, логика понятна, да, все продают, он дешевле. Может быть, сейчас тот самый случай, когда его можно покупать. Подешевевшим. 32.50, еще раз напомню. На споте торгуется доллар-рубль. И для того, чтобы там в течение трех месяцев вот какой-то результат положительный, да, уже увидеть. Как ты думаешь, Саша? Ну, если бы я ожидал то, что доллар будет ослабевать, я бы его не покупал бы, потому что сейчас он еще все равно достаточно находится высоко. Я бы вошел там в палладе серебро или золото. Ну, лучше всего серебро, наверное, но там сильнее всех продавилось. Потому что если оно как бы на лоу сейчас, а доллар на хаях, доллар снижается, серебро растет. Соответственно, обратная связь. Тут можно схватить практически весь рост. А по доллару... А почему к серебру ты так, так тебя тесно манит? Я, честно говоря, сам хотел купить недавно серебро. Ждал 17.50 по нему. Так очень фундаментально. Серебро... Идея какая? Идея драгметаллов или какая-то конкретная идея в серебре? Потому что, я не знаю, у тебя какое-то личное отношение к серебру? Да, идея как раз против доллара. Я же говорю, мы ждем ослабления доллара. Пока он еще слабо слабел. И это нужно, значит, подождать, пока он сильно слабеет, там, до 30-29 рублей. Потом встать, потом ждать, что он снова вырастет. А сейчас мы можем просто войти в серебро. И пока он будет дешевее, серебро будет дорожать. И вот мы, пожалуйста, зарабатываем. Ну, то есть, как минимум, да, доллар сейчас не время покупать. Он может снизиться еще более серьезно. Конечно, конечно. Еще очень дорого. Это почти, ну, близко к ХМ. Конечно, конечно. На рубль, да, в принципе, от недавних максимум всего лишь рубль. Дим, как ты ответил на вопрос Максима? Тут все зависит от временного горизонта, на который мы смотрим. Три месяца он, три-четыре месяца. Три-четыре месяца я, наверное, скорее бы был против доллара. Просто потому, что мы, ну, например, если мы возьмем график доллар-евро, мы видим, что, опять-таки, с технической точки зрения, вот сегодняшнее даже движение на этой валютной паре, это отражение от нижней границы канала. Я не то чтобы фанат вот такого рода трейдов, но в данном случае я даже не знаю, к чему еще больше привязаться. Поэтому, наверное, здесь шорт-доллар. Тем более, что реакция на предполагаемое сворачивание Куи была достаточно массивная. Мы это видели по всем рынкам. И на валютном тоже. Наверное, после таких комментариев, которые были сказаны вчера, стоит ожидать какую-то игру против валюты. Против доллара. Да, там, против доллара. То есть, то, что произошло сейчас, все-таки это не финал еще, да? Не окончание реакции. Я, кстати, подожди, подожди, я по поводу чего хотел бы уточнить. Объявили о Куе-3 в сентябре прошлого года, если вы помните, да? Я помню прекрасно. Прекрасное ожидание, во-первых, да? Все так, как обычно, в напряге, что объявят, не объявят, да? Как объявят, что там скажут? Все. Потом объявили, я не помню, то число, что-то седьмое, по-моему, какое-то. Ну, начало сентября. И мы увидели реакцию. Там сразу золото выросло, по-моему, там, долларов на 150 в течение нескольких дней. Так вот, этих нескольких дней было три всего. Я это точно запомнил сейчас. Их было три. То есть, вроде бы, ждали, мы все Куе-3 объявили. Да, все, ребята, будем третью программу запускаем. Все обрадовались, естественно, начали доллар активно продавать и покупать все, что можно было. Это заняло три дня. А потом все стало на круги своя. Вот такая история не может произойти сейчас. Ну, хорошо, вот реакция еще на американцы должны сегодня поторговаться, тоже, наверное, да? Отыграть все это дело. Ну, неужели это долгосрочно, ну, и как минимум среднесрочно, то есть? Ну, я думаю, что сейчас она менее вероятна. Просто потому, что если мы посмотрим на то, как вели себя рынки перед объявлением прошлого Куе-3, мы увидим, что, наверное, три месяца до Куе-3 рынки пытались отыграть, собственно говоря, факт самого объявления. Не спорю, да. Акции были наверху. Это так. Да, и то же самое относится к валютам. И комодитис были не так низко, как сейчас. Золото стоило существенно дороже, чем сейчас. Так что сейчас, когда и комодитис существенно ниже, золото просто очень дешево по сравнению с тем, что было год тому назад. Акции, как я уже сказал, скорее ближе к нижней границе. То есть мы видим, что этого факта, что Куе будет продолжаться, он абсолютно не отыгран. Скорее отыгрывался за последнее время обратный фактор, что Куе будет сворачиваться. И именно поэтому я думаю, что реакция на это заявление, она, наверное, должна быть все-таки более продолжительной. Хорошо. И возвращаясь опять к вопросу Максима, ну и к цифрам. Доллар-рубль. Сейчас еще раз повторю. 32,50. Ну, сегодня, по крайней мере, торгуются у этого уровня. Недавние максимумы были, ну, плюс там рубль. Укрепится рубль еще до какого предела, как вы думаете? Если верить вашим рассказам, по крайней мере, то доллар-рубль может много ниже быть. Ты 30 назвал, по-моему, или 29,50. Я говорил, что если, в принципе, я с точки зрения того, что ждет человек. Нет, я думаю, ну, ближайшие, там, не знаю, может быть, месяц, полтора, ну, 31,50 вполне реально выглядит. Я понял. Ну, я, пожалуй, присоединюсь. 31,50, может быть, да, в пару месяцев еще мы выйдем. Здорово. Вот, Максим, такой ответ на ваш вопрос. Рановато, наверное, да, покупать все-таки доллар. Мои уважаемые гости, думаю, что он будет еще дешевле против рубля. Да, и, кстати, извините, не смущает вас то, что завтра, да, вступает, или, точнее, не вступает, а первое заседание, да, глава российского центробанка, новая глава российского центробанка. Не смущает вас, что вокруг возможности ослабления монетарной политики российским же центробанком ходят разговоры? Не смущает вас то, что в августе планирует Минфин, да, активно там на валютном рынке участвовать, покупать доллары? Ну, все это будет давить на рубли с точки зрения ослабления. То есть, вот эта глобальная идея, да, которую мы сейчас обсудили, она, все эти аргументы перевесят, Дима. А вот это очень хороший вопрос. На самом деле, здесь вот посмотрите, какая ситуация. Если мы позитивно смотрим на рынок, ну... В целом на рынок, в целом, согласен. Да, то мы, по идее, должны быть, должны занимать длинную позицию по рублю. Медведями по долгу, все правильно. Да, абсолютно, экономика оздоравливается, все как-то улучшается. Да, и рубль будет, комоды будут расти, цены на нефть будут расти, рубль будет дорожать. С другой стороны, есть классический подход, да, там, если ставки ниже, то валюта просто ниже. Да. По понятным причинам это снижает привлекательность валюты для зарубежных инвесторов. Вот какой фактор здесь перевесит? Честно говоря, я бы так вот затруднился сказать сейчас, вполне возможно, что первый. И, мало того... Первый, это глобальный. Первый глобальный, да, абсолютно. Я не думаю... Мы ведь не увидим резкого снижения ставок. Вот, если помните, два года тому назад, где-то вот зимой, получается, 11-го года, было резкое повышение ставок. Краткосрочные ставки клейбались вокруг, ну, я не знаю, там, 4,5%, что-то в этом роде. И потом они практически застыли вот на все это время, 6,5-7,5%. Мы, я думаю, не увидим такой же ступеньки назад. Мы увидим какое-то плавное, наверное, плавные сигналы от Центробанка. Ну, например, там, снижение ставки рефинансирования. Возможно, снижение ставки РИПО на четверть. Я не думаю, что снижение на четверть резко поменяет отношения... На четверть процентных пунктов только. Давай уточни на всяких случаях. Мало ли, кто-то подумает на четверть, сейчас 8,25 на четверть. Ну, нет, я не думаю, что это как-то поменяет привлекательность рубля как дорогой валюты, как это сейчас считается. Дорогой с точки зрения корритрей? С точки зрения корритрей, с точки зрения ставок, которые здесь можно получить, доходности облигаций, доходности АФЗ и так далее. Несмотря на то, с доходности припали, все равно они же... Мы же будем видеть плавную реакцию. Плавную реакцию, и то вот это вот, ну, может быть, на четверть процентных пунктов за какое-то время все эти ставки снизятся. Кардинально не меняется ничего. Но как сигнал экономики, как сигнал к тому, что что-то начинает улучшаться, и самый основной регулятор монетарный, Центробанк, он начинает предпринимать такие шаги, которых не предпринимал достаточно давно. Но это достаточно хороший сигнал, на который может быть реакция достаточно эмоциональная, скорее, да, там. То есть инвесторы посмотрят на это, они купят акции, и они и купят рубль, соответственно. Инвесторы будут покупать и АФЗ, в частности. Так что я думаю, что здесь, наверное, вот при данном раскладе будет перевешивать все-таки фактор, скорее, вот такого, ну, какого-то такого долгосрочного позитива. А вот когда уже этот позитив будет длиться, когда мы увидим несколько снижений ставок на четверть, когда мы увидим резкий рост на АФЗ и корпоративных облигациях, и падение ставок по всем фронтам, падение ставок на межбанке. И когда мы увидим, не дай бог, да, что ожидания не совсем оправдывают, как это очень часто бывает. Абсолютно, да, конечно. Тогда и можно будет говорить о том, что это должно негативно повлиять на рубль. Ну, и, в принципе, если, да, вот суммировать все озвученные здесь прогнозы и ваши по поводу дальнейшего движения в паре доллар-рубль, ну, и вот с точки зрения глобальной, там, макроэкономической статистики и российской статистики, то, в принципе, это так встраивается, я бы сказал, в общую картинку, да, в общую картинку это встраивается. — Кстати, возвращаясь вот к Сашину предложению, серебро бы он сейчас активно покупал, но я так понимаю, опять-таки, дело не в серебре, а именно в драгметаллах, да, потому что у них реакция достаточно интенсивная. — Я еще раз хочу сказать, не то, чтобы я активно покупал серебро, если бы я ждал сильного снижения доллара, я бы пошел в серебро за счет того, что оно там сильно перепродано. — Золото тоже сильно перепродано? — Не так, как серебро, не так, как серебро, вот. А вообще из драгметаллов, конечно, я там больше симпатизирую Палладию, потому что, ну, учитывая то, что в экономике, там, в автопроме все хорошо пока, пока, вот, Палладий востребованный, Палладий достаточно... — Он менее волатилен просто, конечно, потому что эти летают так, что... — Да, Палладий больше склонен к резким взлетам, нежели к падениям, вот, поэтому из металлов люблю Палладий, если хотел бы заработать и хотел бы рискнуть, то, наверное, против долларов серебро бы поиграл, конечно. — Я понял. Извини, Дим, тогда уже после новостей мне понравилась просто Саша фраза, это «из металлов люблю Палладий», говорит Алексей, я так представил, знаешь, Бланин Кси такая, «я из металлов люблю золото, серебро, плачен». — Я вообще люблю Родий, но, имеется в виду, если для инвестиций, тогда Палладий. — Не-не, о биржевых инструментах говорим. — Родий тоже торгуется. — Да, уже? — В смысле, уже давно всегда. — Хорошо, что не Палатоний. — Не говори. Так, друзья, хорошо, спасибо вам огромное, значит, мы сейчас вновь прервемся, как всегда, в конце четверти, да, нашего эфира у нас новости на ФинамФС, слушаем их, но потом продолжим, и вопросы у нас есть, подключаем. — Ну что ж, друзья, я с сожалением просто в очередной констатирую, время, время неумолимо летит как-то быстро, столько надо было обсудить, потому что, действительно, такая движуха, я сейчас открыл евро-доллар, специально на споте смотрю сейчас, его максимум сегодня дневной, сегодняшняя свечка 32.05, 1.3205, сейчас он 1.3070, то есть он 150 пунктов уже откорректировался, ну, и вот у меня тут есть некий набор инструментов теханализа, 200-дневная скользящая средняя, вот он как раз за нее сейчас цепляется, ну, свеча просто, мама не горючь, называется, огромный шип такой. — Ладно, мы сейчас вернемся к валютному рынку, хорошо, Дим, озвучь, пожалуйста, вернемся к разговору о идее, да, спекулятивной идее Александра, ну, и, в принципе, как ты относишься к драгметаллам, вот в связи с тем, что происходит сейчас? — Вот совсем недавно стал относиться хорошо, на самом деле, наверное, самый распространенный известный драгметалл и бесспорно золото, мы это видим по своим клиентам, там можно сказать, что рынок откорректировался на такой вот уровень, который очень любят те же самые технические аналитики, где-то порядка 62% от предыдущего минимума. — 61,8 по Фибоначчи. — Ну, приблизительно так, да, это коррекция, ну, в общем, скажем так, велики шансы на то, что на этих уровнях она закончится. — Начнется рост опять. — Абсолютно, да, и что касается серебра, там картинка немножечко другая, но там она, скажем, приблизительно вот какая, серебро когда-то стоило 20 долларов, и оно взметнулось до 50 долларов, если я не ошибаюсь, делал бы где-то... — 30, года два там назад, и это было вызвано спекулятивным спросом со стороны инвесторов, которые хотели инвестировать в драгоценные металлы, а рынок серебра этого сделать не позволял. — То, что произошло сейчас, это просто-напросто опускание цены на свои прежние такие вот доспекулятивные уровни. Так что можешь сказать, что... — Термин забавный меня всегда забавлял, но тем не менее в трейдинге, да, в фундаментальном анализе есть справедливая цена, да, до справедливой, некой справедливой стоимости. — Причем это как-то так, абсолютно точно, что здесь, по крайней мере, просматривается четкий уровень, абсолютно четко, что на него ориентируются инвесторы. — Кстати, вот ты сейчас сказал, я график открыл, значит, 20 долларов, действительно, это седьмой год, еще докризисный, и потом 50 долларов, это как раз вот результат кризисных всех событий. — Абсолютно. — И оттуда упало сейчас на 20, вот сейчас на 19, 80. — Да, так что упало туда ровно, откуда начинало расти, и я думаю, что здесь можно абсолютно безопасно его уже подкупать. — Так, хорошо, о вопросах я забыл, давайте мы вопросики посмотрим, тем не менее, вот есть у нас такой, ну, собственно, в тему, потому что мы в целом о металлах, да, о комоде сейчас продолжаем разговор, и вернемся к промышленным металлам. Андрей спрашивает у вас, какой прогноз вы дадите по акциям Мечелла, не достигли ли они фундаментального, в скобках, я так понимаю, это принципиально важно, нетехнического, спрашивает, уточняет Андрей, дна. Саша. — Ну, мы сейчас это обсуждали, то, что ценная акция любых металлургических компаний — это отражение цен на производимые их металлы. Соответственно, если там мировой спрос на эти металлы падает, если там какие-то валютные изменения их продавливают, или там какая-либо другая причина, и стоимость там металла на споте падает, его рентабельность снижается. И фактически металлургическим компаниям приходится закрывать там убыточные шахты, где там высокая стоимость добычи, и это все может идти вплоть до банкротства. Вот пример, соответственно, тут был совсем недавно про бразильского миллиардера, горнодобывающая промышленность, нефтяная промышленность. Он там очень удачно размещался, да, там в Бразилии появились месторождения, он там быстренько выиграл тендеры, потом нефть стреляла на 140 долларов, он под это IPO разместил, а потом все случилось не так хорошо, как он рассчитывал. Металлы упали, и он обанкротился. В принципе, человек потерял все, у него было порядка 34,5 миллиардов, как Блумбер пишет, и все в ноль, просто банкротство. Вы знаете, давайте я добавлю, на самом деле, помечил, то есть там картина приблизительно такая, вот с моей точки зрения, фундаментальная цена этой акции, она понятна, это ноль. Все дело в том, что сам бизнес стоит где-то в районе 10 миллиардов долларов, и объем займов кредитов Мечила тоже порядка 10 миллиардов долларов, то есть это означает, что фактически акционеры уже ничем не владеют. Другое дело, что ноль компания никогда обычно не стоит, ну хотя бы почему, потому что сам слушатель, он может спокойно купить за ноль, ну или там за 100 долларов, допустим, да, там назначить себе председателем. Ну символичная цена, доллар всегда, да, за доллар обычно. Абсолютно, да, так что всегда есть и возможность того, что рынок исправится, и все-таки мы увидим улучшение ситуации, и масса конкурентов или других потенциальных приобретателей, которые готовы купить компанию по, естественно, гораздо большей цене, чем 1 доллар или 100 долларов, или что-то в этом роде. Так что, на самом деле, ответ такой, фундаментальной стоимости там по большому счету нет. Стоимость компании это ничего более, чем оценка инвесторами того, ну вот ниже чего, по идее, цена не должна опуститься, чтобы не стать совсем неприлично дешевой. А вот что такое неприлично дешевое, это понятие, оно скорее качественное, оно не количественное. Ну и по поводу прогноза и, может быть, рекомендаций каких-то торговых, если они есть, что вообще делать сейчас за бумагой? Наверное, как это не ужасно продавать, я бы так сказал. Продавать по той простой причине, что моя логика инвестирования, ну вот так вот по жизни, это когда ты понимаешь, в какую идею ты инвестируешь. Ввязываешься, да? Ну да, в случае с Мечелом это, скажем так, достаточно агрессивный трейд, мы не понимаем, в какую идею мы инвестируем. Если бы у меня было четкое представление о том, что, ну допустим, коксующийся уголь сейчас должен вырасти, я не знаю, там до 250-300 долларов за тонну, наверное, я бы купил. По какой-то причине, да? Абсолютно, да, там, но, наверное, такой причины я сейчас не вижу. Вот вся ситуация, она говорит скорее в пользу того, что мы, наверное, увидим какой-то стабильный рынок здесь. Может быть и не падение цен, которые в таком случае Мечел может вообще обанкротить. Стагнирующий, наверное, да? Абсолютно, да. Что-то там в узком диапазоне. Что бы ты с Мечелом сделал, Саша? Хотя бы не покупал. Хотя бы не покупал, да. Ну понятно, да, Дима говорит, если есть акции, значит, надо от них избавляться, а если нет, то вне рынка не рассматриваем ее как интересную инвестицию. Ну, трудно сказать. Непонятно, на каких уровнях ее покупали, там, входили в нее. Насколько там сильный убыток и насколько позиция важна, там, какая качество. Часть от портфеля, может быть, там, какое-то время есть смысл там пересидеть, найти более удобный момент для выхода. Но, по крайней мере, не покупать это точно. То есть, если нет ее, то лучше и не брать. Ну да. Хорошо. И возвращаясь к рынку валютному, все же, ну, вот евро-доллар, наверное, да, мы возьмем как флагман этого самого рынка, как главную валютную пару. Еще раз я напомню, буквально, в результате вчерашних событий, да, 27, ну, 28 пусть будет, да, 28 до. Объявления и до выступления и 32 после, то есть, это 400 пунктов, да, 4 фигуры прошел евро-доллар. Это, конечно, очень значимое движение. Сейчас все же корректируется и 150 из этих 400 он уже теряет. Но, возвращаясь к прогнозу, Дим, давай все-таки еще раз повторим. Итак, ты считаешь, что некий среднесрочный тренд на укрепление доллара закончился. И с этих уровней, вот 1,30 с полтиной пусть будет, мы можем легко увидеть, да, годовые максимумы нынешнего года, это у меня сейчас показываю, 1,34. Максимум прошлого года 1,38. Ну и дальше там по списку. Как ты считаешь? Да, наверное, 1,38 было бы слишком агрессивно, 1,34 вполне, правда, подобный уровень. А тем не менее, на ожиданиях того, что картина все же может поменяться, ну, вновь, да, если среднесрочный, мы там через какое-то время, рано или поздно, хорошо, там, будут все равно сворачивать, и доллар наверняка будет опять расти. Нельзя ли рассматривать рост евро-доллара, как возможность его получше запродать, ну, по тем же, 32 или по 34? Саша, как ты считаешь? По 32, по 34, но... Потому что все равно будет падать он, нет? Опять же говорю, если тот сценарий, о котором мы говорили в начале передачи, он продолжится, если все останется, все по-прежнему, то, разумеется, да, идея здравая. Сейчас, я думаю, 4 фигуры, это убило очень много людей. Безусловно. Технически все равно должно немножечко отпрыгнуть, потому что, хотя бы просто на фиксации, потому что это огромное движение. Да, извини, пожалуйста, причем я предполагаю, что все же, да, это достаточно серьезное движение, это, может быть, и не столько покупка евро против доллара, сколько просто, да, народ выходил из шартов, потому что огромное количество сидело, и мы видели, уже обновился, да, и минимум 27,50, и ждали уже, там, 25 разговоров, по крайней мере, ходили. А тут раз, и стопы полетели, вот вам, пожалуйста, может быть такое, да, то есть, как бы, фундаментальный взгляд не изменился, но вот пока выдержаться от коротких продаж, наверное, есть. Абсолютно. Ну, скорее всего, так, Маршенко как бы сильная вещь. Да, да, она кого хочешь образумит, да. Давайте, у нас есть несколько минут и звонок, послушаем нашего слушателя. Владимир, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, добрый день. Скажите, а вот сегодняшние данные повлияют как-то по недельной посаде по безработице, если они будут хуже? Повлияют на что, уточните? На евро-доллары. Ну, в свете того, что минутки вышли вчера, да, и что будут следить пристально за безработицей. Или уже, действительно, это просто закрытие стопов по и выходам. Понятен. Спасибо, Владимир. Понятен вопрос, Дима. Ну, та цифра по безработице, которую озвучил Бен Бернанке в районе 6,5%, до нее все-таки пока, наверное, далековато. Ну, так что, если мы увидим то, что ожидалось, то, наверное, это скорее против доллара. Ну, а если мы увидим цифры лучше, надо будет смотреть, насколько лучше. Теоретически, если мы увидим сегодня 6,5%. Нет, нет, но сегодня мы не увидим. Сегодня я просто расшифрую, да, Владимир имел в виду, что сегодня четверг, и поэтому пособие попрощение за пособиями. Но мне кажется, все же, статистика достаточно волатильная и не очень, да, не очень, не показывает глобальные картины. Надо смотреть, действительно, на уровень безработицы, который раз в месяц публикуется. Ну, и за переролсами, которые тоже, в какой-то степени, более объективно отражают реальность. Каждую неделю, вот, количество обращений, да, наверное, картинку, как ты думаешь, Саша, картинку не показывают такую полностью. Глашуство – это очень волатильный индикатор, зато он самый, как сказать, самый частый, не знаю, самый активный индикатор, на который, в первую очередь, обращают внимание, потому что, соответственно, если пособия безработицы падают, соответственно, это закладывается на то, что инфляция будет уменьшаться. Безработица будет уменьшаться. Нормально, нормально. Безработица будет уменьшаться. Это позитивно. А безработица для нас самый главный индикатор. Мы смотрим только на безработицы. Нам важна только она. Ну, я думаю, есть смысл в любом случае посмотреть. Сегодня в 16.30 на эту статистику. Ну, и что там будет дальше, определит цифра. Спасибо огромное. Дмитрий Иванов, Александр Двуреков были сегодня в студии Сухого Остатка. Мы обсуждали текущую ситуацию. Ну, и будем это делать традиционно каждый день. Завтра мы встречаемся в это же время. Ну, и посмотрим, как там все живет. Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели. Всего хорошего. Всего хорошего.